Доходная и расходная часть окружного бюджета на текущий год изменится более чем на 2 миллиарда рублей. При этом большую часть доходов, 1,8 миллиардов рублей, составят межбюджетные трансферты из федеральной казны. Председатель постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова провела первое прецессионное заседание. Подробности далее. Как отметила главная финансиста округа, в предлагаемом законопроекте параметры региональной казны увеличиваются по доходам и расходам на 2019 год и плановый период до 2021 года. В частности, в текущем году доходная часть окружного бюджета составит порядка 21 миллиарда 236,5 миллионов рублей. Расходная часть порядка 24,5 миллиардов. Вносятся изменения в основные характеристики окружного бюджета в связи с изменением параметров по доходам и расходам. И изменения вносятся в две статьи. Статью 12, она дополняется положениями, позволяющими увеличивать в течение года численность государственных казенных учреждений. Это у нас на сопровождении деятельности подведывательных департаменту образования. И статья 14, дополняется положениями предоставления субсидий юридическим физическим лицам на услуги по электроснабжению части расходов по внедрению в систему «Умный город». И также на частичное возмещение затрат в связи с доставкой сельхозпродукции для реализации населения в городе Наринмаре, поселке Искатели. Это у нас сельхозпродукция наших колхозов. Наибольшая сумма более 2 миллиардов рублей будет направлена департаменту строительства ЖКХ, энергетики и транспорта НАО. Из них 1 миллиард 750 миллионов рублей на финансирование дорожной деятельности. Кроме того, запланированы дополнительные средства на подготовку земельных участков для жилищного строительства – порядка 77 миллионов рублей. На субсидию юрлицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате госрегулирования цен тарифов на электроэнергию, тепловую энергию, твёрдое топливо, холодную и горячую воду – порядка 247 миллионов. Дополнительно увеличат финансирование на обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях. Накануне заседания бюджетной комиссии собрания мы разговаривали с её председателем Натальей Кордаковой о развитии предпринимательской деятельности на селе и о том, что будет способствовать этому развитию. Речь шла о снижении тарифов на электроэнергию. Комментарий депутата мы записали в посёлке Бугрино, где Наталья Александровна находилась в рабочей поездке. Институционной привлекательности сельских поселений почти не существует, начиная с логистики и в том числе электроэнергии. Стоимость тарифов электроэнергии на селе составляет больше 50 рублей за киловатт. Это очень дорого. Поэтому собранием депутатов с администрацией, с губернатором не раз уже поднимался вопрос по этой тематике. С 1 января 2019 года стоимость тарифов для среднего и малого бизнеса на селе также была приравнена, как для сельхозпроизводителей. И на 1 января 2019 года она составляла 19 рублей 66 копеек. Но это тоже очень дорого. Поэтому предприниматели вновь обратились в собрание депутатов и губернатору. И было принято решение о том, что тариф по электроэнергии сделать с 1 ноября 2019 года для среднего и малого бизнеса и для сельхозпроизводителей 8 рублей за киловатт. Это на самом деле будет хорошая мера поддержки. Нагрузка на бюджет, отмечает депутат, возрастет. На следующий год на эти цели потребуется 22 миллиона рублей. Но расходы оправдывают цели. Ирина Никешина, Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».